На сегодняшней аппаратной на радио старшине Абл-Ваканкама Геннадия Соловья обмеркованный ход реализации новогодней доброчинной акции «Наши дети». По информации Головного управления Адукации, зараз она проходит во всех 1685 установок Галины. А про это проводится экскурсия у резиденции Деда Мороза. Только в Национальном парке Припятске побывали больше 5 тысяч детей. До акции долучились и сотрудники нашей телерадиокомпании. Продавцы, механизаторы, водители, будовники и слесары-рамонтники. Хойницкий державный профессийный лицей – установа шматпрофильная. Тут их то есть профессионалы, которые особливо запотребованы в регионах. Со стопроцентной гарантой просолоткования. Процентов 20 где-то поступают на более высокие ступени. Это учреждения среднеспециального, учреждения высших образований. Ну и, конечно, ребята, молодые ребята призываются в вооруженные силы. Но, опять-таки, после службы в армии они к нам возвращаются. Мы предоставляем им первое рабочее место. Метод оброчинной акции «Наши дети» – зарабить новогоднее свято для всех неполнолетних. От дошкольников до выхованцев-прытолков. Особливая увага детям-сиротам и детям, які знаходятся у социально небезпечном стане. В Гомерской области это больше, как 4300 человек. Что тышица Хойницкого лицея, тут зараз шесть новученцев, які засталися без батьков. Сертифікаты, які привезли работники телерадиокомпании «Гомель», стануть для них неадренной материальной патрымкой. А для журналистов ТРК – это уже традиция, дабы помогать тем, хто маю гэтым патрыбу. Для коллектива телерадиокомпании «Гомель» акция – это не просто возможность поучаствовать в благотворительности, это возможность реально помочь детям, которые нуждаются. Которые нуждаются в том, чтобы их хорошо поздравить, сказать красивые слова, пожелать в новом году успеха, настойчивости, уверенности, а также хороших оценок и хорошей успеваемости. Новогодняя акция «Наши дети» у Беларуси протянется до 10-го студеня на Гомельшине, и она користается великой популярностью. Сярод тых, кто вырышил створить для детей новогоднее свято – депутаты разных узровняв, работники правоохранных органов промысловых предприемств. Ход акции находится на особистом контроле керавников районных, Гомельского городского и областного выконавчих комитетов. У нас в области эта акция имеет несколько составляющих. Это мероприятие с участием председателя Гомельского облсполкома Геннадия Михайловича Соловья. Прошел первый губернаторский бал. Завтра состоится чествование одаренной талантливой молодежи. 27-го состоится, как всегда в цирке, традиционно большой благотворительный новогодний праздник. В январе состоится первый кадетский бал. Во всех районах области организованы праздничные мероприятия с участием руководителей исполнительной власти. Кончатковые выники доброчинной акции «Наши дети» будут подведены у наступном месяце, после АЕЗ-завершения. Але, напевно, уже зараз можно казать, что головные задачи будут досягнуты. Конечно, доброчинность не обмежовывается одним днем. Набученка третьего курса Хойницкого державного профессийного лицея Юлия Зорина худко отримает профессию продавца-кассира-контролера. Яна сирота, але верить, что в житии обовязково пошанцуя. Дзявчина упевнена, что счастливым можно быть у любых обставинах. Пока я планирую пройти практику, отучиться сначала. Там у меня в августе уже будет отработка. Ну, собираюсь поступать дальше в Барановичи на технолога. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко. Телерадиокомпания «Гомель».